Ребят, всем привет! Мне муж подарил подарок месяц назад, но я вам о нём не говорила и его не показывала. Сегодня пришёл тот момент, когда я уже могу спокойно рассказать все плюсы и минусы о нём, так как он уже побывал в какое-то время в эксплуатации, да? И это, тадам, трипод! Расскажи все плюсы и минусы. Это не реклама, ребят, сразу скажу, я деньги за вот это, то, что я вам показываю, не получаю. Я просто хочу поделиться своим мнением, так как у меня уже был трипод, который поломался буквально через два дня после эксплуатации. Этот трипод я заказывала на Джуми, тот, который поломался, да? И в этот раз мы решили немножко переплатить, но прийти в магазин, пощупать, потрогать на устойчивость, на качество изделия, и, в общем-то, мы его приобрели. Значит, без скидки этот трипод стоил 1800 рублей, но у нас там так получилось, что у нас была ещё скидка, вот, и в итоге мы его взяли за 1200. Фирма Ксиоми называется. Чем он хорош? Он устойчивый, когда им пользуешься как штатив. Хоть и в сложном состоянии, хоть в разложенном состоянии. Он действительно устойчивый. Здесь прорезиненные ножки. Он не болтается. Вот смотрите, раньше, когда у меня был до этого, да, другой трипод, я ставила телефон, и он всё время заваливался. А знаете почему? Всё очень просто. Потому что у него просто была длиннее гораздо вот эта вот палка. Здесь она не такая длинная, и, соответственно, когда вы ставите, оно так сильно, оно не шатается. Вот на столе оно не шатается. Вот даже телефон, посмотрите, я установила наискосок, да, чтобы вы видели, что оно не шатается. Вот даже стол могу пошевелить, ничего не падает. Вот, предыдущий, он сразу заваливался, даже вот не успел ты поставить на стол. Но если ехать, допустим, куда-нибудь на природу за грибами, как мы часто ездим там, тем более в лесу, дороги неровные, да, поверхность неровная, и при установке, конечно, всё это дело будет быстро падать. Здесь, нет, здесь качественнее. Это 100%, я могу сказать. Многие скажут, ну, маленькая длина. Не знаю, меня устраивает, так как, вот смотрите, вот длина, да, полная, если пользоваться как селфи-палкой. И не забывайте, что у нас есть ещё длина нашей руки. То есть обзор, в принципе, получается довольно-таки нормальный. По крайней мере, меня устраивает. Также, что мне ещё в этом триподе понравилось, что очень хорошее вот это удерживающее устройство. Оно прям плотно держит телефон, прям довольно-таки плотно. Вот я прям с усилием его раздвигаю, чтобы поставить, либо убрать отсюда телефон. Это довольно-таки хороший плюс, большой плюс. Также плюс ещё. Его можно повернуть в разных режимах. Также его можно разворачивать вот так. Это тоже очень удобно. Ещё немаловажный плюс для нас, блогеров. Здесь есть съёмный пульт управления для фото и видео. Через блютус он работает. Заряжается через зарядку от телефона. Но в комплекте зарядки не было. Это минус, что не было зарядки в комплекте. Но я думаю, что, в принципе, можно найти любое зарядное устройство от телефона и прекрасно заряжать. О плюсах я рассказала, ребят. А вот какие минусы здесь? Вот что мне не понравилось? Когда мы покупали этот трипод, мы, естественно, сразу начали делать сопряжение блютуза с телефоном. Это мой старый телефон. Это Samsung. Я на него раньше снимала видео. Сейчас я снимаю на новый телефон, который мне также муж подарил, когда мы ездили за триподом. Объясню, почему так вышло. Когда мы начали делать сопряжение телефона с селфи-палкой, он видел его, но при фотографии и видео, он, значит, фотографию делал через пульт, но видео он не снимал. Я не знаю, почему. Но, видимо, не подходит этот трипод к Samsung. Возможно, так. Возможно, просто к моей модели Samsung он не подошел. Он только мог делать фотографии. А мне самое главное, чтобы была именно видеосъемка, как вы уже поняли, да? Вот. Ну, в общем, муж походил, побродил. И знаете что? Угадали уже, да? Да. Он мне купил новый телефон. Причем мы трипод покупали не к телефону, а телефон к триподу. Как вам это нравится? Вот. Большое спасибо мужу за такой подарок. Вот. Телефон он мне купил тоже фирмой Xiaomi, на которой я сейчас делаю съемку. Телефон мне, кстати, тоже очень понравился. Очень много в нем функций. Он недорогой. Он стоит всего лишь 10 тысяч. Если по сравнению с тем, что мы, когда зашли в магазин, увидели, какие цены сейчас на телефоны, особенно если с качественной съемкой, да, с качествами видео и фото, то телефон, который мы приобрели, ну, прям, прям недорогой. Он стоит всего лишь 10 тысяч рублей. И качество видео вы, в принципе, видите. Вот. Единственный минус в этом телефоне, что само качество видео классное, но качество звука на этом видео слишком-слишком тихое. И мне приходится делать монтаж через компьютер, да, увеличивать громкость на полную мощность, и то получается слишком тихо. То есть я монтаж делаю дважды. Один раз увеличила громкость на полную мощность и уже сохранила это видео, да. И потом это видео снова делаю громкость, там, уже не на полную мощность, уже смотрю по факту чтобы было нормально слышно вот но эта проблема тоже решается мы полазили в интернете и нашли короче парень посоветовал горит а просто зайдите play market и скачайте любую программу видеокамеры мы так и сделали нашли доступную нормальную программу довольно-таки нормальную для видеокамеры скачали ее звук улучшился но честно сказать качество видео ну чуть чуть хуже чем на той программе которая изначально стояла и стоит она до сих пор на телефоне поэтому сейчас я пользуюсь двумя программами ту который мы скачали с play market а иногда ей пользуюсь а иногда пользуюсь та которая была изначально в телефоне вот короче ребят порадуйтесь за меня кому понравилось понравился мой обзор моя сэлфи палка мой трипод ставьте лайки ставьте пишите комментарии в общем я советую мне этот трипод очень понравился у него довольно-таки качественный пластик он удобный в управлении он удобный в действии да он тяжелый этот трипод вес у него вес сто пятьдесят два грамма всего лишь это прям вот довольно таки удобно ну в принципе все что хотела вам сказать чем хотела похвастаться я уже сказал ну а пока всем пока до новых встреч